Теперь у нас это местная свалка. А где эти наши? Не знаю, будут. Перекрёсток улиц 2-я котельная Бежёнова, частный сектор. Эта свалка выросла за месяц. Раньше здесь стояли два больших бункера для мусора. В конце марта они исчезли. Бункеры увезли, мусор остался. И неизвестно, что дальше. Телефон они не берут, хотя в объявлении было написано уточнять и график, что будет приезжать машина в определённое время. И мы должны бежать сумками, хотя все работают. Обещанная машина так и не приехала. Жители стали складировать отходы у дороги на месте бывшего мусорника. Так совпало, что в день съёмок репортажа приехал долгожданный транспорт по уборке отходов впервые за месяц. Через 15 минут работы КАМАЗ наполнили, и он уехал. Больше не приезжал. Что бы ни делали, как бы ни платили, всё. Всё. Уже знают все люди в городе, что это свалка. И всё равно будут сюда класть, и всегда это будет, пока не будут хорошо убирать. Свалка на Безжёнова оказалась не единственной. Такая ситуация почти во всём городском частном секторе. Район рынка Большие Исады, улица Ахшарумова. Здесь также убрали мусорные контейнеры. Люди складируют мешки с отходами, где придётся. Мусоровоз, который им обещали, так и не приехал. Местный житель Далгаджимауддинов устал смотреть на свой грязный район и сам взялся за уборку. Всё дело в федеральном законодательстве. Оно изменилось в этом году. Теперь по всей стране, в том числе и в Астраханской области, начала действовать программа. Изменится ситуация только к лету. В настоящий момент те компании, которые отвечают за вывоз мусора, заплатили им, не заплатили. Вот они по-всякому пытаются сделать так, чтобы минимизировать свою работу и не несут за это юридической практически ответственности. То есть у них есть договорные отношения с человеком, с жителем, с потребителем услуги. Очень трудно доказать, вывоз он его персональный мусор или не вывоз он его персональный мусор. В Астрахани с 1 июня ответственность за порядок ляжет на регионального оператора по вывозу мусора. С компанией уже определились. Сейчас утверждают тариф. И только после этого рекоператор сможет заключать договоры с населением. А пока придётся потерпеть, потому как спросить за чистоту не с кого. Юлия Свидерская, Сергей Горянин, Руслан Срывченко. Центр новостей.